С вами Николай Пемненко в проекте Дата. Сегодня 30 апреля. День пожарной охраны России. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписывает наказ о градском благочине, в котором впервые излагаются основы создания в стране профессиональной пожарной охраны. Этим наказом в столице впервые в русском государстве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Также сегодня Международный день джаза и Международный день свечника. Праздника для любителей необычного ремесла, изготовителей свечей. В этот день появились на свет в 1310 году Казимир III, последний польский король из династии Пястов, который вошел в историю под именем Казимира Великого. За время своего почти 40-летнего правления он укрепляет королевскую власть, реформирует управление, юридическую и денежную системы. И вводит единый свод законов, известный как вислицкий статус. Облегчает положение крестьян. 1777 год. День рождения Карла Фридриха Гауса. Немецкого математика, астронома и физика. Его труды оказали значительное влияние на дальнейшее развитие высшей алгебры, теории чисел, дифференциальной геометрии, теории притяжения, электричества и магнетизма, и даже астрономии. Ференц или Франц Легар рождается в 1870 году. Венгерский композитор-дирижер. Представитель так называемой новой венской опереты. Веселая вдова, граф Люксембург и цыганская любовь. Ну и, конечно же, многие другие. 1883 год. День рождения Ярослава Гашека, чешского писателя-сатирика, автора похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Он был участником Первой мировой войны. В 18-20-м служил в Красной армии на Восточном фронте и был членом Иркутского САВДЭПа. 1962 год. День рождения Николая Фоменко, музыканта группы «Секрет», ведущего целого ряда постоянно возникающих и быстро исчезающих телешоу. А в 1967 году родился Филипп Киркоров. С пятилетнего возраста он ездит вместе со своими родителями в гастрольные туры и мечтает о сцене. Театральный институт его не принимает, но это не останавливает Филиппа. В 1984 он все-таки поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и закончил его в 1988, причем с красным дипломом. Надеюсь, что по заслугам. В 1974 году родился Андрей Губин, певец и композитор. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1789 году в Нью-Йорке на Уолл-стрит проходит инаугурация первого президента США. Им стал главнокомандующий американской континентальной армии Джордж Вашингтон. Для того, чтобы переехать из Вирджинии в Нью-Йорк, будущему главе страны пришлось даже одалживать деньги. Зато на берегу реки Гудзон его ждет специально построенная и украшенная по такому случаю баржа, которая доставляет его на Манхэттен. Несмотря на то, что в своей политике Вашингтон придерживался консервативного курса и не являлся сторонником демократических преобразований, его авторитет был настолько высок, что на следующих выборах он вновь переизбран, на второй срок. Ну а на третий, на четвертый он уже не согласился переизбираться. 30 апреля 1944 год. В Москве выпадают самые крупные за всю историю наблюдений снежинки. Пойманные на ладонь, они закрывают ее целиком и напоминают красивые струсиные перья. Ученые объясняют это явление лаконично. Из районов земли Франца Иосифа опускается волна холодного воздуха. Температура понижается, в облаках начинается образование снежинок, однако упасть они не могут. Восходящие потоки теплого воздуха поддерживают их. И снежинки кружились, слепались вместе, а к вечеру начинается сказочный снегопад. В 1952 году на американском телевидении была показана первая реклама игрушки. Это был пластмассовый мистер «Картофельная голова», к которому прилагались различные дополнительные аксессуары. Год 1980-й. Террористы захватывают здание иранского посольства в Лондоне. Пятеро вооруженных людей берут в заложники 19 человек. Они требуют освобождения иранских арабов, находящихся в тюрьме в Иране. После пяти дней переговоров террористы убивают одного заложника и угрожают, что будут убивать остальных по одному каждые 30 минут. Отряду спецслужбы удается проникнуть в здание. Во время операции гибнет еще один заложник и четыре террориста. 1986 год. Правда помещает первую информацию об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они сообщают о том, что поврежден реактор, произошла, цитата, «некоторая утечка радиоактивных веществ». Конец цитаты. Погибло два человека, госпитализировано 197. Жители поселка АЭС и близлежащих населенных пунктов эвакуированы. 1992 год. Во время теннисного турнира в Гамбурге поклонник Штефи Граф наносит ножевое ранение первой ракетки мира Моники Селиш. Спортсменка потом долгое время не будет выступать на соревнованиях, а после возвращения так и не сможет достичь прежнего уровня своей спортивной формы. А в Женеве тем временем объявляется, что технология всемирной паутины World Wide Web, разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц, англичанином Тимом Бернерсом Ли, будет для всех бесплатной. Начинается век интернета. Ну и самое последнее. 1945 год. В своем бункере совершает самоубийство Адольф Гитлер, а также Ева Браун. А тем временем бойцы 1-го стрелкового батальона 756-го полка, которым командует капитан Неустроев, устанавливают на крыше Рейхстага красный флаг. В ночь на 1 мая по приказанию командира полка полковника Зинченко принимаются меры по водружению на здании Рейхстага Знамени, врученного полку военным советом 3-й ударной армии. Группу бойцов возглавляет лейтенант Берест. Ранним утром 1 мая на скульптурной группе, венчающей фронтон здания, уже будет развиваться Знамя Победы. Его водрузили разведчики-сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Почти всем участникам удружения Знамени Победы будет присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Кстати, потом ветераны войны обратились с просьбой посмертно присвоить звание Героя Российской Федерации и Алексею Бересту. Страна готовилась к встрече главного праздника Дня Победы. С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...